Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Следим за событиями, которые происходят в городском округе Люберцы и за его пределами. Нам интересно все, все, что происходит внутри городского округа, новые какие-то задачи, которые ставятся перед всеми нами, и, конечно же, как они выполняются. И помогают нам в этом депутаты, Советы депутатов городского округа Люберцы и представитель этого депутатского корпуса у нас сегодня здесь в студии. Павел Софин, директор спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы, как я уже сказал, депутат Совета депутатов. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Вот скажите, депутатам вообще тяжело начинать Новый год? Потому что, когда подводятся итоги года уходящего, как-то ставятся какие-то точки, какие-то документы сдаются, выполнили, не выполнили, перевыполнили. Вот начинается Новый год. Тяжело входить в работу в депутатскую? Депутатская работа, она не прекращается и в Новый год. И никаких новых отличий никаких нет. То есть мы как работали, так и работаем по тем задачам, которые нам поставил партия Единая Россия и Совет депутатов. А вот скажите, после Нового года уже была встреча депутатов? Что обсуждали? Какие ставили задачи? Или пока еще в рабочем порядке? Не было, да. Мы работаем в рабочем порядке и выполняем те наказы, которые есть от жителей. Ну, хорошо. Давайте мы начнем с того, чем занимаетесь вы, как депутат на сегодняшний день, какие задачи перед вами стоят. Что удалось, может быть, тоже такой мостик бросим в год ушедший, что удалось выполнить, какие там, может быть, появились новые задачи и направления. Что сейчас у вас, так сказать, на столе? Какие бумаги? Ну, я являюсь куратором проекта партии Единая Россия «Детский спорт» и работаю в этом направлении популяризации и привлечения детей в систематические занятия спортом. То есть это секции, кружки, да? Ну, спорт... Клубы. Спорт, он очень большой и он многогранен. И в городском округе сейчас не только группы, секции, кружки, которые предоставлены спортивным комитетом, управлением образованием. У нас сейчас очень хорошо работают и федерации, которые привлекают большое количество детей. На раннем этапе они пытаются вырастить себе спортсменов уже настоящих, да? Да, да. И мы с ними очень хорошо взаимодействуем, поэтому у нас количество видов спорта увеличилось в городском округе Ну, я понимаю, вы внимательно, наверное, следили после того, как менялось правительство и даже говорили о том, что вот останется ли министерство спорта, в каком виде оно будет представлено. По-прежнему спорт остается как бы одним из главных направлений, скажем прямо, да, в государственной политике и даже в социальной составляющей. Тут возникает вопрос, что спорт, в общем-то, настоящий, да, большой спорт, это же удовольствие весьма дорогое. Вот если поделить или разделить на две части, есть спорт больших достижений, да, где нужно вкладывать в ребенка, в его развитие, какие-то тренировки, ну, то есть родители вместе с тренером, да, начинают создавать будущего, надеюсь, олимпийского чемпиона. Это, в общем-то, затратно. А вот что касается простых детей, которые вряд ли, может быть, станут спортсменами, но для развития ребенка ему нужно ходить в эти секции, кружки и так далее. Я к чему? Дорого это сейчас стоит или есть бесплатные у нас секции, кружки, вот по программе, по вашей программе или по каким-то другим детского спорта, чтобы он ходил, например, два раза на волейбол или там два раза на гандбол или просто на какую-то физкультуру? Мы по этому направлению работаем. И основная задача моя как депутата и как директора спортивной школы, чтобы охватить бесплатными секциями максимальное количество территории городского округа Люберца. А это вообще реально сегодня? Вот само слово «бесплатно»? Это реально? Да, да. А откуда деньги? Из бюджета городского округа Люберца. То есть это тренер, который будет работать с детьми по какой-то программе, которая там будет утверждена, я так понимаю, и будет получать зарплату из бюджета городского округа Люберца. То есть на это деньги есть какие-то? Есть, да. У нас есть и по олимпийским видам спорта, и не по олимпийским видам спорта секции, группы, где занимаются почти полторы тысячи детей городского округа Люберца. А эти деньги как? Они выбиваются? Знаете, как вы приходите, большой, красиво говорите, дайте мне деньги. Либо как-то делятся, потому что есть еще культура, есть другая социалка. Не так же, наверное, просто эти деньги распределить. Но это уже работа депутата, нашего совета депутатов. Мы принимаем бюджет, создаем муниципальное задание, за счет которого живут. Но споры-то идут? Конечно, идут. Конечно, кто-то же хочет себе больше. Мы доказываем, что это нужно. Но мы доказываем это не тем, что говорим. Например, я как директор доказываю тем, что нужно, и все. Мы доказываем это результатами и количеством детей, которые занимаются. Не просто еще занимаются, но и занимают места на муниципальных, и на областных, и межобластных. Но мы об этом еще поговорим. Скажем так, это уже такой внешний выход, такой большой уже спорт. Чуть позже об этом поговорим. Я хотел бы вернуться к ребятишкам, которые просто спортом заниматься должны. Потому что не секрет. У нас в студии здесь были и врачи, и психологи, и наркологи были. Что сегодня идет борьба все-таки за детей. Причем в разном возрасте, к сожалению, это происходит. Всякие курительные смеси, наркотики. В общем, много всего того, что себе легко пробивает дорогу. В детские, в молодежные коллективы. Как вам удается, или какие-то есть специальные у вас программы, чтобы ребенок, стоя перед выбором, идти в этот ад, назовем прямо, наркотики и все остальное, или идти в спортивную жизнь? Что вы для этого делаете? Ну, вот как раз для этого и создан проект «Единая Россия и детский спорт» о том, чтобы забрать детей из... Подворотен всяких, да? Ну, не подворотен, а из этих вот компаний. Неформальных объединений. Да, объединений, которые имеют какой-то авторитет, что ли, среди подрастающего поколения, которые более активно работают на доступном языке с молодежью. И мы иногда не можем просто до них достучаться. Ну да, которые на темной стороне работают, скажем так. Да, потому что сейчас дети ушли в немножко другое пространство, чем мы привыкли. То есть это пространство, где они общаются, и где они более открыты, более... Чувствуют себя, да, свои тарелки. Да, свои тарелки, да. Раньше это было, мы выходили на улицу, разговаривали, да, просто. А сейчас это всё-таки это соцсети, это определённый круг интересов, который их объединяет. Даже какая-то другая психологическая атмосфера складывается. Очень трудно родителям иногда достучать. Мало того, многие родители не понимают, что с их детьми уже что-то происходит. Они всегда это успевают заметить. Да. Вот как вытащить его, как руку подать утопающему? Как говорят социологи, сейчас идёт расслоение по интересам. То есть идёт дробление людей. То есть вот тебе это интересно, и человек в это погружается. То есть он не видит то, что происходит рядом. То есть там, например, даже то, что происходит в соседнем дворе, человек не будет знать, потому что он будет полностью замкнут на то, что ему интересно. То есть он не видит то, что рядом. Но это такое изменение уже сознания. Замкнутость. Замкнутость, да. И нужно именно находить к ним доступ именно через то, что им интересно. Поэтому мы поменяли немножко формат воздействия информационного потока, который идет от спортивных школ, от партии, и перешли от таких вот массовых мероприятий, мы, хотя их проводим в достаточном количестве, к работе именно в соцсетях. То есть мы создали отдельный YouTube-канал, который в YouTube в основном они сидят и смотрят интересные ролики. То есть вы хотите говорить на их языке. Да, и изменили, что это не длинные трансляции, которые никому не интересны, а короткие ролики, которые более информативные. То есть это в течение 30-40 секунд, чтобы человек получал информацию. И пытаемся до них стучаться. Плюс второй момент – это родители. Родители сейчас тоже перешли, у нас же сейчас электронные журналы, у нас госуслуги. То есть они тоже перестали ходить и воспринимать информацию на стенах школы. Они уже не видят, они видят то, что происходит на их телефоне. Мы тоже начали давать информацию именно через доступную социальную сеть. И у нас получилось так, что в течение года количество людей, просмотревших данные ролики, возросло многократно. Информация начала доходить до людей, потому что мы начали получать обратную связь. То есть у нас начались звонки в спортивные школы, у нас по федерациям начались звонки именно родителей. Потому что мы объясняем, как легко и просто, например, привезти ребенка в спортивную секцию и там заниматься бесплатно. Какие у нас есть федерации, какие у нас есть рядом с тем же самым ребенком, который там живет, привертамильность, сколько у него секций разнообразнейших, сколько всего интересного рядом, что ты просто пройди на другую улицу, зайди в зал и начни заниматься. И это возымело успеха, и мы хотим это больше развивать и больше делать. Например, в прошлом году у нас даже всероссийский турнир нам удалось провести в триумфе по художественной гимнастике. Вот недавно у нас сейчас прошел областной турнир по легкой атлетике, где 300 детей приехало со всей Московской области. С хорошим настроением разъехались по всей Московской области. А еще такой вопрос, доступность, понятно, кружков, секций и так далее. Вот уличная инфраструктура, да? Вы как-то принимаете участие в создании всевозможных правильных, скажем так, детских площадок? Ну, мы стараемся как можно больше, чтобы создавались спортивные городки в городском округе Люберца. И стараемся за ними следить, чтобы они были в хорошем состоянии. Потому что... Знаете, иногда поставят, и они ржавеют там потихоньку. Ну, сейчас они не ржавеют. То есть, если по ним проехаться, то они почти круглосуточно там люди занимаются. Да, я даже могу сказать по своей школе. Вот мы сделали просто освещение круга нашего 200-метрового, который находится в Октябрьский проспект, 349. И что там можно бегать круглосуточно. И когда смотришь на камеру, даже в ночное время там люди бегают, потому что когда им удобно, они бегают. Ну, то, что светло, удобно и есть возможность заниматься. Основное правило спорта – создай возможность, и люди будут заниматься. То есть, не надо ни помогать, ни мешать, а просто создай возможность. То есть, вот программа, которая сейчас ведет Московская область, «Активное долголетие», эта программа, собственно говоря, может тоже, ее даже особо может подталкивать не нужно. А создай людям условия и объясни, что вот есть дети, да, то, что мы сейчас обсудили. А есть люди другого возраста, да, и люди есть, которые уже в возрасте 50-60+, которые тоже могут заниматься и тоже могут каким-то образом принять в этом участие. Вот что у вас сейчас по активному долголетию? Ну, мы работаем с людьми, которые хотят в этом участвовать. Вот мы сейчас в ноябре месяце с нашими депутатами, с нашего городского округа, закупили комплект оборудования для желающих заниматься скандинавской ходьбой. Они сейчас вот на территории нашей школы, там по утрам занимаются. И количество прибавляется. Я думаю, что в следующем месяце мы будем еще один комплект закупать оборудование для занятий скандинавской ходьбой. Ну, год еще почти весь впереди, поэтому я думаю, что еще будут какие-то выполнены, поставленные, скажем так, задачи, они будут выполнены по активному долголетию, потому что все-таки у нас люди медленно, иногда молодого тяжело затянуть, а уж человека с единой на висках, что называется. Ну, хорошо, продолжим. Еще хочется поговорить о внешней составляющей. Все-таки перед нами здесь находится директор целой спортивной школы Олимпийского резерва. Поговорить немножко о большом спорте, в том числе в гостях у нас Павел Софин. Мы продолжим во второй части. Это программа «Открытый диалог». Это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Павел Софин, депутат Совета депутатов городского округа Люберца и директор спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберца. И вот немножко о большом спорте хочется поговорить, потому что в первой части вы не раз говорили «федерация». То есть есть клуб, даже так, есть секция, есть клуб, потом появляется федерация. И как вы считаете, вот большой спорт, насколько он отличается от всего остального? Почему? Ну, мы все знаем о допинговом скандале расы. Мы знаем о том, что люди, которые занимаются большим спортом, это фантастические нагрузки, это и ответственность, и моральная, и физиологическая составляющая. Вот что сегодня вам, как директору школы, нужно объяснить ребенку, который приходит, а может быть даже родителям ребенка, есть у него данные, чтобы он потом стал спортсменом? Или все-таки вы считаете, что спортивная школа – это некая площадка, на которой кто-то, ну, просто для развития, для здорового образа жизни, а кто-то там, может быть, дальше и пойдет уже как спортсмен? Что вы, как директор спортивной школы, для себя ставите? Какие цели? Ну, я считаю, что очень правильное решение Министерства спорта Российской Федерации, то, что три года назад мы перешли на новую систему подготовки и назвали ее «спортивная подготовка». То есть она так и называется «спортивная подготовка». То есть мы ушли от образовательного процесса, обучающего процесса, мы перешли именно к вот этому термину «спортивной подготовки». И сейчас любой ребенок, приходящий именно в спортивную школу или занимающийся в Федерации при Министерстве спорта, имеющий аккредитацию Министерства спорта, мы все работаем именно по стандартам спортивной подготовки. Если родитель ребенка хочет, чтобы он просто занимался какой-нибудь физической активностью, то для себя, то тогда логичнее, чтобы он приходил именно в образовательные центры дополнительного образования, где ребенок будет просто получать физическую нагрузку. Если же есть желание и возможность работать именно по спортивной подготовке, получать уже навыки, которые являются отличительной способностью именно спортсменов, того или иного вида спорта или, как правильно, избранного вида спорта, то нужно, можно приходить в спортивные школы и заниматься именно тем видом спорта, который нравится. Но в начальных этапах подготовки, то есть это группы спортивно-оздоровительные, которые дети занимаются до того момента, то есть возраста, когда можно уже заниматься именно тем видом спорта. Потом уже начинается группа начальной подготовки, потом они повышаются в уровне. А как понять, что ребенок, скажем так, не каждый же человек может стать спортсменом? Есть многое, об этом идут уже давно разговоры, об этом говорят в Министерстве спорта Российской Федерации, об этом спорят институты научно-исследовательские, которые работают в сфере физической культуры и спорта. Как правильно это определить? Можно двумя путями. Первый самый простой путь – это найти лабораторию там, где берут генетический анализ. Это в Москве сейчас, я не помню, две или три таких уже лаборатории. Либо снимают, тоже есть лаборатории, где снимают энтеропометические данные ребенка и тоже определяют по рисунку ладони, по замерам. Даже такое есть? Да, снимают рисунок ладони, снимают рисунок стопы, делают замеры жировой, мышечной массы, рост, вес и полностью определяют предрасположенность ребенка к той или иной физической активности или умственной. Как терминатор. И, наверное, могут определить еще, так я понимаю, с точки зрения каких-то заболеваний. Если вены, например, бегать не может. Ну, генетический анализ более обширный и более интересный, конечно. Там определяется полностью даже и будущее ребенка, потому что там определяется, как он будет развиваться в будущем. Даже как-то страшноват. Надо ли это все знать. Возрастные, возрастные особенности, да. Ну, то есть сегодня немножко по-другому. Спортивная, назовем это спортивный спорт плюс медицина или спортивная медицина уже дошли, пришли к такому уровню, что, в общем-то, даже на самом начальном этапе можно предположить, будем мы лепить из него спортсмена или не будем, дайте так говорить. Да, и второй способ, который был всегда, это ребенок приходит просто в спортивную школу. Вот у нас, например, один с видов спорта в спортивной школе. И начинает заниматься, например, начинает заниматься легкой атлетикой, видит, там ходят борцы у нас. Пошел туда. Пошли, да, пошел заниматься борьбой. Видит, там у нас, там, ой, черлизинг занимается. Пошли, занимались черлизингом. Не понравилось черлизингом, пошли в футбол поиграем. Да, то есть не все на футбол пошли, записываются. Волейбол есть? Волейбол есть. у нас даже в этом году очень мы все надеемся мы впервые вошли в шестерку сильнейших команд по волейболу среди девушек да и вот мы сейчас у нас скоро будут финальные игры вот надеемся что 8 марта подарок хорошо я так понимаю сейчас вы развиваете эту историю что даже ребята которые вот уже возвращаясь депутатской деятельности вы пытаетесь делать внешние до соревнования какие-то даже пускай они не станут спортсменами но вот в том на том этапе жизни на котором они существуют то есть они могут соревноваться там и в области может быть уезжать далеко за пределы области представлять уже городской круг люберца то есть почувствовать вот это может быть жизнь спортсмена уже на внешнем уровне тоже на важная история посоревноваться с другими ребятами не только со своими которые все время рядом и совсем с другими тоже интересно да это очень интересно знаете мне понравилось есть журналистка спортивная в прошлом спортсменка которая достигла максимальных высот это ланда чен которая комментировала один из видов спорта мне понравился на сама фраза как можно этим заниматься задал один из экспертов и она скоро горит а вы пробовали этот вид спорта она говорит нет а если вы попробовали я думаю что невозможно не заниматься да поэтому я не это понравилось и стараюсь работать именно в как как девиз или стараюсь чтобы мои спортсмены которые представляют школу и городской округ любится выезжали на соревнования разнообразнейшего уровня от областного до всероссийского и международного и сборы всевозможные для и сбора да причем уже два года это происходит за счет городского округа любится то есть те перспективные спортсмены которые там как у нас сейчас выезжала делегация на чемпионат россии тяжелой атлетики они ездили за счет городского округа любится и привезли нам оттуда серебряную медаль и в прошлом году именно эти выезды которые были они не просто не впустую проходили то есть мы оттуда привозили очень интересные медали и бронзу и серебро и золото прекрасно и самое главное что прошлый год он оказался у нас самым за всю историю школы самым медальным и самым медальный год до медальный год потому что мы взяли и медали и областных соревнований огромное количество даже по счету почитать тяжело мы взяли и межрегиональные и на всероссийских на причем самым высокого взрослого уровня у нас спортсмены взяли медали две медали в тяжелой атлетике не могу не адресовать вам этот вопрос потому что вроде такая высокая спортивная политика что называется но тем не менее вот я до сих пор не могу понять а вы как директор спортивной школы видите как ребята развиваются и так далее потом кто-то действительно идет по спортивным таким проложенным дорогам из городского уголю люберцы привозит и приносит медали нам и мы радуемся этому но тем не менее спортивная медицина это допинг где нужно как уже ванец кого где нужно что-то поменять на каком этапе это на этапе уже там где-то вы на высоте происходит или все-таки когда еще спортсмен только подает надежды его уже начинает пичкать всякой гадостью химической здесь в основном системный вопрос система подготовки в европе и в америке очень сильно отличается от системы подготовки в россии мы еще не перешли на систему именно мировую подготовки и работаем 50 на 50 50 по системе как еще советского союза 50 процентов по системе который уже во всем мире сложилось то есть есть проколы но это не проколы просто сам переход он очень болезненно то есть менталитет спортивным до меня да то есть это изменение тренерского состава потихонечку меняются кадры то есть приходят молодые перспективные вы если мы сейчас посмотрим на медали завоевывают именно тренеры которые уже с нового поколения более возрастные тренеры сейчас передают свои знания накопленный опыт новому поколению тренерского состава плюс нам надо потихонечку поэтапная и это идет менять саму систему подготовки вот и вначале сказал это очень грамотно что мы перешли вот на систему спортивной подготовки которая нам позову позволит в ближайшее время вот и результат уже есть потому что мы сейчас олимпийских играх которые проходили юношеских мы завоевали первое место то есть эти результаты есть то есть это смена поколения смена поколения да но мы же боимся что потом через пару лет приходят пробы и получается медали забирают это что же такое это сама система подготовки она то есть паркерные врачи спортивные идеологи должны наверно мы же понимаем прекрасно что все равно без правильного питания до без правильного изучения вообще конкретного организма конкретного спортсмена большой спорт невозможен что надо понимать как на что он реагирует как сделать так чтобы было чтобы результат был достигнут самый высокий но в мире что-то называют допинга правильно понималось а у нас это еще не считается допингом то есть если ты какие-то такие средства до которые кто-то по незнанию может быть и употребляет я могу так сказать здесь немножко это выглядит по-другому здесь это выглядит в понимании спортсменов тренеров общества то что спорт это уже не то что только быть здоровым данным как порта работы это индустрия это огромная индустрия в которой вовлечены и спортсмены туда вовлечены спортивные вузы вовлечены производители экипировки туда вовлечены но производитель тех же самых восстановительных препаратов то есть это огромная индустрия которая должна работать и мы поэтапно переходим на вот мировой опыт именно спортивной индустрии есть определенные ошибки я думаю есть определенные моменты которые мы сейчас расплачиваем ся сколько ждать я не знаю я не год-два-три я работаю городском округе люберцы и мы здесь делаем все для того чтобы этот переход произошел как можно быстрее и мы видим именно на уровне городского округа люберцы и наших спортивных школ чем не только мои ну там и комплексные школы и футбола и баскетбола которые находятся на спартаке то есть что мы развиваемся динамично и правильно и и спортивная подготовка дает возможность нашим детям развиваться в правильном направлении без тех проблем которые сейчас анонсируются в прессе там с допингом увижу что есть будем надеяться эта система подготовки снова она придет и все возможно изменится нам остаться только на это надеется у нас есть хорошие надежда делал что да потому что мы сейчас выиграли олимпийские игры среди всем мы поздравляем вас и всех наших телезрителей здесь студии павел софин депутация депутатов городского округа люберцы директор спортивной школы олимпийского резерва поговорили обо всем о депутатской работе детском спорте и даже о спорте высоких достижений спасибо вам огромное с вами был николай пивненко программа открытый диалог до свидания депутат